Да, послушайте, я в сотый раз вам повторяю, Укрспирт это бюджетнообразующее предприятие, можно сказать оборонка. Да, я не хочу, чтобы Укрспирт возглавлял, а вы кто, понимаете? Потому что к главе Укрспирта требования покруче, чем к президенту. Что? Послушайте, не нужно путать доходное предприятие и убыточную страну. Да, чтобы вы понимали, мы объявления даем регулярно, да, но нет пока хорошей кандидатуры. Поэтому пока будет временно исполняющие обязанности. Как долго? Ну, пока печень не сядет. Я прошу прощения, а что вы ищете? Ищу счастья. А вы вообще кто такой? А я пришел на работу устраиваться. А, слушайте, ну, вакансию сторожа мы уже закрыли. Не-не-не-не, я это... На главу Укрспирта. Шутка, да? Шутка. Нет. Вот. Ваше объявление. Вот. Требуется глава Укрспирта. Наши. Вот. Разрешите представиться. Евгений. Будущий глава Укрспирта. О, ох, и... И мне можно, пожалуйста, бактерии убить его? И тут с примесями. Я думал, хоть у вас частяк. Но ничего, исправим. А послушайте, а вас не смущает, что вы пришли на собеседование пьяным? Я думал, это корпоративный стиль. Ну, правда, от вас несет прям за километр. Все правильно. Я начал уже рекламную кампанию нашего предприятия. Уже прям не терпится приступить к работе. Прям аж внутри все горит, как хочется работать. И я же, этот, стакановец. А вы знаете, это заметно. Вы себя хоть в зеркало видели, а? На кого вы похожи? На маму. Нет, я имею в виду сейчас. На кого вы похожи? Находящий символ Укрспирта. Укр снаружи, спирт внутри. А, идеальная кандидатура. У меня даже визитка уже готова. Во. Женя, а с чего вы взяли, что вы подходите на эту должность? Так я, это, ну, 40 лет в отношениях со спиртом. Я как никто разбираюсь в вашей продукции. Да, я вижу. Вы с ней плотно знакомы. Знакомы. Да я со школьной скамьи с ней неразлучен, можно сказать. Ну, все понятно. Так. Охрана. Не, 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 я в охране уже работал. Я пришел управлять. Послушайте, как вы планируете управлять предприятием, которое производит больше миллиона литров в сутки? Чисто на инстинктах. Ну, между прочим, у меня даже есть свой маркетинговый ход. Мы, значит, берем и внедряем систему долговых тетрадок во все алкомаркеты страны. Спрос вырастает прямо в разы. Послушайте, какие долговые тетрадки. Вы понимаете, о чем вы говорите? Кандидат на эту высокую должность должен обладать широкими знаниями в экономике, финансах, администрировании, управлении и подбору персоналом. Я вот-вот лично сомневаюсь, что вы во всем этом разбираетесь. Поверьте, любой пьющий человек после третьей во всем этом прекрасно разбирается. Вот вы и разбираетесь. Неважно. Так, хорошо, скажите, как вы планируете привлекать инвестиции в нашу отрасль? Ну, поверьте мне, найти деньги на водку для меня не проблема. Там трешку займу, тут четверточок и все тип-топ. Вы понимаете, что насобирать на бутылку и найти масштабные инвестиции – это абсолютно разные вещи? Я понимаю. Мы привлечем иностранный капитал, организуем дотации от государства, на модернизацию механизма по распространению государственного бюджета. Неожиданно. А это откуда? Поверьте мне, когда хочется опохмелиться, я и не такое могу выдать. Ну, хорошо, допустим. С чего вы начнете? Ну, значит, я, как глава Укрспирта, найду главу Укрзакуси. Потом мы сработаемся с директором Укрминералки. Все, конвейер запущен. Все, собеседование окончено, спасибо. Да вы не понимаете, кого вы теряете. Да я только свист, но меня любая контора с руками и ногами оторвет. Вы серьезно? Ну, свистите. Налейте писяшечку. Тисто свисток смазать. Так, послушайте, все, вы можете идти, мы вам обязательно перезвоним. Не перезвоните. Ой, а с чего это вы взяли? У меня телефон в ломбарде. Ну, хорошо. В любом случае, я сразу вам хочу сказать, вас, ну, не утвердят. Да ну, в смысле? Ну, давайте я там с кем надо посижу, перетру, там, выпьем, договоримся. Вы что, думаете, у нас все вот так вот просто решается? А вы как сюда попали? Не важно. Вот, слушайте, ну вы, как вы представляете себе работу в такой высокой должности? Ну, вы ведь даже не знакомы с элементарными процессами производства. Ну, правда. Выбираем, подготавливаем сырье. Потом ждем, пока оно забродит. Перегоняем, очищаем и вуаля! Да, продукт готов. Хм, снова неожиданно. А это откуда? Скажу по секрету. У меня дома был, как бы, маленький нелегальный филиал вашего производства. А, а почему был? Пропил. Понятно. Ну что ж, что я могу сказать? Алкаш. Ну, вот смотрите, у нас в Автодоре кто? Поляк. Укрзалезница немец. В портах латыш. Укрспирталкаш. Все логично, но... Неужели вы не понимаете, что у нас на эту должность очень серьезный конкурс? Говорите, какой? Что, там, карандашиком в бутылочку попасть? Ей точно не на штанину перекатить. Так я в конкурсах чемпион. Нет, ну вы правда не понимаете. Ну вот смотрите, вот только анкета для соискателя на эту должность. На шести листах. Тут 253 вопроса. Ну вот, пожалуйста, вот самый простой. Вы можете назвать ваши сильные стороны? Ну, во-первых, я трудоголик. Хронически. Я так понимаю, это все ваши сильные стороны, да? Нет. У меня еще рука легкая. Я любую цару могу ровненько на троих разлить. А в коллективе это очень ценится. Ну хорошо, допустим. Вот, еще один вопрос. Как вы себя оцениваете? Каковы ваши финансовые запросы как руководителя? Готов получать продукции. Господи, вы хоть понимаете, какая зарплата может быть у главы Укрспирта? Нет. А сколько предыдущий получал? 545 тысяч гривен в месяц. Них... Ю! Это... Это ж... Получается... Вы в доллары переводите? В литры. Дайте мне два часа поработать. Мне на всю жизнь хватит. Послушайте, ну вы правда не понимаете. У главы Укрспирта только в прямом подчинении будет более 350 человек. Сколько? 350. Так это ж здорово. Каждый день можно дни рождения праздновать. Вы в любом случае нам не подходите. Потому что глава Укрспирта должен зайти не только сам, но и привести вместе с собой команду. Не вопрос. Мужики! Я не понял. Это кто такие? Это моя молодая, но очень опытная команда. Александр Константинович. Для друзей можно просто... Шура! Шура! Да, вот он. Разрешите вашу Руську? Не, 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 не. Шура, Шура, Шура! Это не Люся с наливайки. Шура! Шура! Предлагаю сдать знакомство. О, это моя правая рука. Евгений Иванович. Директор по инновациям и экологии. Шура! Честь имею. В данный момент занимаюсь перспективным направлением. Ежедневная сортировка твердых бытовых отходов. Картон, полиэтилен, стекло. Шура! Ну, слушайте, все понятно. Ваши друзья тоже алкаши. Ну, я бы уважительнее относился к вашему будущему начальству. Так, послушайте, вы знаете, вот даже если гипотетически допустить, что вдруг произойдет нечто невообразимое, я не знаю, солнце упадет на землю, и вы вдруг станете главой Укрспирта. Поздравляю! Спасибо. Нет, гипотетически, то вот с такой вот командой вы все продадите, разворуйте и протеряйте. Понятно? Я думал, это общегосударственный тренд. О, боже мой. Так, пусть они подождут за дверью, пожалуйста, пусть уходит, все. Все, мы территории. Давайте. Я надеюсь, они не забудутся. Не переживайте, для них же это как Диснейленд. Они с детства мечтали сюда попасть. Так, ну, покажите мне мое рабочее пространство. Директор Укрспирта работает в этом кабинете. Плохо. Начальство должно быть ближе к производству. Вы что, хотели бы сидеть в цеху? Еще ближе. Я бы хотел, так сказать, плавать на матрасе прямо в резервуаре. И чтобы в любой момент можно было стаканчиком так зачерпнуть и тут же продегустировать свою продукцию. Ох, я не понимаю, правда, почему вы такой зацикленный. Ну, поймите, Укрспирт это не только алкоголь. Наша продукция есть в парфюмерии, в бытовой химии, я не знаю, в умывателях, в конце концов, для авто. Знаком с каждой позиции. Так, послушайте, все, мне это надоело, до свидания, все, уходите. Ну, что вы так, ну, что конкретно вас во мне не устраивает? Ну, вы знаете, самая малость, все. И все? Да вы просто придираетесь. Ну, хорошо, давайте, вот, пожалуйста, анкета. Давайте чисто ради формальности ее заполним. Вот ручка. Давайте. Давайте, прошу, заполняем. Можете вы, а то я что-то разнервничался. Хорошо, давайте. Образование? Есть. Какое? Одесская академия управления под патронатом президента. Ух ты, что, и диплом есть? Да. Ну, он в ломбарде. Так, послушайте, правда, все, мне надоело, хватит. На выход, пожалуйста, все. Ну, ну, подождите, ну, что сразу, прям на выход. Алло, кого? Какого еще Евгения Валерьевича? Это, это, это меня, это с производства. Алло. Что? Нашли склад с готовой продукцией? Быстрее меня утверждайте, а то я останусь без команды. Послушайте, я прошу вас, уходите, пожалуйста, все, больше никаких компромиссов не будет. До свидания, все. Пока вы тут думаете, можете мне дать, ну, счет моей будущей зарплаты, 225 гривен. А что это за сумма такая интересная, 225 гривен, а? Вот вы интересный, тут работаете, не знаете, сколько ваша продукция стоит. Так, все, пожалуйста, покиньте помещение, прошу вас, все. Это, это по работе. Вы у нас не работаете. Пока. Валерьевич, как дела? Константинович, переговоры идут с переменным успехом. Вау. А что с Иванычем? Мы нашли цех производства технического спирта. И ему говорю, и вау, иди, иди, иди. В общем, он ослеп и теперь не видит препятствий и целей. Простите, что вы сказали, что с ним? Ослеп наглухо. А ну-ка, ведите его сюда. Иванович, на звук, на звук, на звук. На лаву, на лаву. Ослеп. Ослеп. Это же так прекрасно. Ну, в смысле того, очень плохо. Но у нас сейчас грядет большая приватизация, поэтому прошу любить и жаловать наш новый директор Укрспирта. Котина подсидел, да? Валерич, Валерич, Валерич. Он же слепой. А я же вам сказал, у нас грядет большая приватизация. А вот именно с таким генеральным директором мы сможем продавать заводы так, что их никто не заметит. Добро пожаловать в новую должность. Спасибо! 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 Блин. Столько фоток на отдыхе, а в Инстаграм нечего выставить. Вот не умеют эти турки фотографировать. Надо было Янку с собой брать. У нее всегда такие крутые фоточки. Точно! Она же мне давала телефон какого-то дизайнера, который ей фотографии с Мальдив обрабатывал. Сейчас она у меня обзавидуется. Вот дизайнер Евгений. Ну что, как говорится, не бывает некрасивых женщин, бывает глючный фотошоп. Какого хрена посреди ночи звонить? Алло, что надо? Здрасте, а мне нужен дизайнер Евгений. Это я. Очень приятно, я Виктория. Вы обрабатывали фотки одной моей подруги с Мальдив, помните? Помню, только она не на Мальдивах была там. Она в Коблево фотографировалась. Я Мальдивы потом прифотошопил. Вот коза, я прям поверила. Ну, знаете, я сейчас не работаю. Почему? Потому что ночь. А мне очень надо. Ну прям очень-очень. Ну пожалуйста, срочно. Ладно, ладно, что вам надо? Можете меня отфотошопить? Ну, в смысле... Ну не меня, конечно, а мои фотографии с отдыха. Я хочу их выставлять в Инстаграм, а вот хочу, чтобы они были самые-самые-самые крутые. Девушка, давайте завтра. Я очень спать хочу, правда. Я тут три дня одну фотошопил, еле дофотошопил. Ну пожалуйста, ну очень срочно надо. Ну, там работы на пять минут. Если вы так разбираетесь, сами можете все сделать. Чего вы ко мне звоните? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ладно, ладно, скидывайте, давайте вашу фотографию. Я вам сделаю демонстрацию экрана, и увидите все. Вот, получили? Да, вижу. Открываю. Ага. Тю, так... Как по мне нормальная фотография, что не так? Ну, она как бы слишком банальная. Можете взять что-то такое? Оригинальное. Оригинальное? Ага. Могу. Можете взять что-то. Смотрите, пожалуйста. Ну что это? Ну то, что вы просили, что-то оригинальное. Да нет, поставьте меня на место. Ладно. Может быть попробовать какой-то фон там, я не знаю, какой-то тут скучный. Фон? Угу. Ладно, сейчас повеселее сделаем. Вот так. М? Блин, тут все внимание будет к этому вулкану. А надо, чтобы ко мне было. Вы говорите, что вы хотите поменять. Ну, я хочу, чтобы такая фотка была только у меня и ни у кого больше. Понял. Сейчас сделаем. Вот. Пойдет? Ну при чем тут туалет? Ну, такой точно ни у кого нет. Ну, лучше что-то прикольное добавить. Ну, чтобы я выделялась на фоне отдыхающих. Хорошо, сейчас. Так пойдет? Ну, какие лыжи? Ну, с лыжами и в зимней обуви вы точно выделяться будете. Все, давайте оставляем так. Я спать хочу, правда. Нет, пожалуйста, не надо спать. Убирайте вот это нафиг эти лыжи. Можете с купальником что-то сделать? Хорошо. Мне просто не очень нравится. Хорошо. Не нравится купальник? Пожалуйста. Ну, не так же. Не надо ж вот этой кабинки. Просто можете сделать купальник, ну, не такой откровенный. Так пойдет? Вот прям монашка, меня не надо. Ну, давайте что-то среднее. Окей, среднее, так среднее. Вот, 50-50. Блин, ну нет, не то. Все, не надо делать ничего с этим купальником. Давайте ноги. Ноги сделаем чуть длиннее. Ну, как у фотомодели. Чтобы все смотрели только на мои ноги. Окей. Угу. Прошу. А! Что это за дядя Степа? Вообще-то это тетя. Ну, если хотите, могу дорисовать. Не надо ничего дорисовывать. Сделайте ноги пропорционально к телу. Хорошо, секунду. Вуаля. М? Ну, и где моя голова? Так зачем вам голова, если все будут смотреть только на ваши ноги? Очень смешно, очень. Я серьезно, я прошу сделать мою фотографию лучше. Послушайте, что вас не устраивает? Ну, все. Все неравномерно. Ноги длинные, руки короткие. Сделайте, чтобы все было одинаковое. Не вопрос. Оп, ля, пожалуйста. Да. Ну, что вы сделали? Ну, что это за монстр такой? Что это? Теперь у вас и руки, и ноги одинаковые. Могу еще голову увеличить. Не надо больше ничего увеличивать. Просто сделайте ноги меньше. Как скажете, больше, меньше. Сами не знают, что хотят. Готово. Я сейчас как лилипут. Ну, вы же сами сказали короче. Я сделал короче. Говорите, что вам не нравится просто. Я исправлю это. Ну, мне не нравится моя грудь. Без проблем. Смотрим. Это что это? Вам не нравилась ваша грудь? Я ее убрал. Ну, не надо же ее совсем убирать. Просто увеличьте ее. Это вам к другому специалисту надо. Пожалуйста. Ладно, ладно. Вот. Пожалуйста. Ну и чего? Это слишком большая. Ну, просто троечку сделайте. Троечку так троечку. Прошу. Вы издеваетесь? Ну, мне не надо. Три груди. Боже, сделайте, какая была. Девушка, вы сразу определяйтесь, потому что я уже 10 макетов сделал. Вам ничего не подходит. Ладно, верните все, как было. Вот. Ой. На этой фотке видно второй подбородок. Видите? Вот сделайте так, чтобы его не было видно. Хорошо. Секунду. Прошу. Борода? Зачем мне борода? По-моему, она прекрасно скрывает второй подбородок. Слушайте, ну бороды мне точно не надо. Она мне не идет. А так? Вы что, прикалываетесь, что ли? Я спать просто хочу. Вы можете объяснить, что вы хотите? Я объясняю. А вы из меня какого-то батюшку делаете. Вы конкретно говорите, что делать. И я это сделаю. Ну, можете меня чуть-чуть подкачать? Подкачать могу. Пожалуйста. Я не имела в виду, как шар накачать. Я имела в виду мышцы. Мышцы мне можете сделать? Типа я в спортзал ходила все лето. А, ну так бы сразу сказали. Вот. Что это за мужик? Девушка, вы как говорили, так я и делаю. Вы сказали про зал, я вам сделал зал. Да вы поймите, никто в это не поверит. Мне не надо вот эта вот куча мышц. Просто сделайте мне плоский животик. А, плоский животик? Да. Ну, плоский животик, так плоский животик. Прошу. Я так выглядела в 9 лет. По-моему, шикарно. Все, я спать. Нет, нет, куда спать? Вы что, если я такое выставлю в инстаграм, то от меня все отпишутся. Верните мой живот и просто сделайте его плоским. Окей. Вот. Блин, ну вы прикалываетесь. Ну, верните все ради бога. Вернул вам ради бога, пожалуйста. Да не ради бога верните, а мое нормальное фото. Ой, прошу. Капец. Сейчас эта фотка уже и не кажется такой плохой. Ну вот, я вам сразу говорил, отличное фото. Все, я спать. Нет, пожалуйста, пожалуйста. Можете мне добавить хотя бы загара? Да без проблем. Вот. Что это за чудо-чанга? Как будто я не отдыхать приехала, а одна из местных аборигенов. Можете просто сделать меня шоколадного цвета. Давайте сразу уточним, какого цвета вам шоколад? Молочный или черный? Все равно. Окей, все равно так все равно. Прошу. Как вам? Так. Ну, блин. Уберите этот загар. Ой. Я хочу, чтобы на фотографии я нравилась всем мужикам. Понимаете? Чтобы они обратили внимание на меня. А, понял, понял. Делаю. Готово. Нафига мне эта рыба? Ну, меня за ней не видно. Ну, пусть лучше рыба будет на заднем плане, а я на переднем. Ладно, давайте спрячем вашего леща сейчас за вами. Вот. Нет, я не это имела в виду. Блин, давайте без рыбы. Просто сделайте меня... Сделайте меня чуть моложе. Моложе? Да. Хорошо. Вот, прошу. Мне соска и бассейн не нужны. Моложе я имею в виду, ну, типа мне 25 лет. А, 25? Да. 25, так 25. Пожалуйста. Нет, короче, пусть будет как есть. Как есть. Окей. Есть как есть. Прошу. А-а-а! Какой 40? Вы с ума сошли? А вам что, меньше? Конечно, меньше! А, потому больше. Моложе, если что. Окей, все. Все, все. Можете меня оставить вот как есть? Но только сделайте вот это вот все как бы в другом месте. На Мальдивах. Ой, не надо. Я не хочу, чтобы с Янкой у нас были одинаковые фотографии. Давайте что-то такое, типа необычное, ну, не такое попсовое. А, не такое попсовое? Угу. Окей, вот вам андеграунд, прошу. Нет. Нет, хорошо. Вот еще. Не подходит. Окей, а как вам так? Да, что я о маме скажу? Хорошо. Хорошо, давайте другой вариант. Вот. Очень смешно, очень. Окей, еще один есть идейка. Сейчас одна идейка. Вот. Нет. Мне ничего не нравится. Давайте лучше другую фотографию. Может быть, там что получится. Вот. О, уже чувствую, что получится. Так, а что здесь делаем? Ну, она как бы вроде прикольная, но чего-то не хватает. Не хватает, добавим. Прошу. Ну, акулы точно не нужно. Это как-то неправдоподобно. Ну, чтобы было правдоподобно, могу вам сзади пузырьки добавить, чтобы, типа, вы испугались. Не надо мне никаких пузырьков сзади. Сделайте так, чтобы было понятно, что я, типа, такая смелая, там, бесшабашная. Смелая, бесшабашная. Понял. Делаю. Вот. Атомная станция? Лучше, чтобы все смотрели на мою фотографию, на меня, понимаете? И восхищались. Окей. Все будут смотреть только на вас. Да. Пожалуйста. А ну, конечно, прикольно. Ну, давайте лучше попробуем сделать, ну, какое-то милое фото. Милое так, милое. Прошу. Ну, что это? Ну, что вы издеваетесь, что ли? Мне надо, типа, что я мега крутая. А, мега крутая? Ага. Так, достаточно круто? Не, ну вы, вы просто прикалываетесь и все. Вы, подруги, сделали классные фотографии, а мне какую-то ерунду предлагаете. Все, не надо больше ничего. Идите спать. Зря вы так. У меня тут еще пару вариантиков наклюнулось. Итак, первый, пожалуйста. Нет? Нет. Хорошо, второй, прошу. Ну, что вы, ну... Окей, третий, смотрим. Да, конечно, нет. Так, а как вам четвертый? О, милый. Не нравится? Нет. Ладно. А вот этот как? А? Я как хочу, прям смешно, да упаду. Ладно, тогда еще один. Опа. Знаете что, молодой человек, я думала, вы мне поможете, а вы просто издеваетесь. Козел! Я просто спать хотел. Блин, Женька, а туса вообще отпад? Зайка, а что ты не спишь? Что, я не сплю? Ну. Потому что я полночи своим подругам фотографии фотошоплю. Может, хватит меня им рекомендовать? Я все-таки начинающий фотошопер. Ты-то своим мандивам у профессионала делала за бабки. Конечно, Женечка. И именно из-за того, что им фотографии делаешь ты, мои фотки в Инстаграм будут самые лучшие. Я тебя люблю. О, здорово! Здорово, Серж. Мы уже начали? Да. Что ты так долго? Так, а я что, шел на тренировку сейчас, и ко мне гопники подходят. Ну ладно. Да, говорят, дай закурить. Тебе? Да. А ты что? А я говорю, я не курю, мать не разрешает. И что еще? И тут один на меня сбитый, как кинется. Ну я что, я ягодицами зажал, вначале биту, потом его. И всем рассыпную. Ну что, давайте с нехотичек и начнем. С нехотичек начнем, это хорошо. Ой, мужики, я выпачаюсь. Слушай, там один водила в маршруте меня не пускал в маршрутку. Кажи, без маски не можно, довелось пешки идти, уявляешь? Кому? Тебе идти. Та яки меню водили, само собой. Слушай, тренер, а давай мы скинемся и купим тебе маску. Та у меня есть маска, просто она на моей хоре постоянно рэпает, разумеешь? Та же фигня, тренер. О, слышь, тренер, я смотрел в новостях, там сказали, что, типа, нельзя заниматься по выходным, и что, типа, все должны сидеть по домам. Так мы ж дома. Мужики, качалка, це ж наша рідна хата, вы шо? Бояли. Як кажуть, в штангу боятись, в зал не ходити. Так что давайте, качайтесь, поехали, давай. Опа! 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 Так, 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 так. Смотри, свет горит там, в щелочку видно. Видно, тренируется кто-то там. Так, спортивный клуб «Атлетик». Проверь его по списку. По какому еще списку? Ну, а вдруг это клуб кого-то из наших начальников? Он, Андрюха, Серега из «Пятого патруля». В ресторан вломились, всех мордой в пол положили, директора штрафанули, а оказалось, ресторан замначальника полиции области. И что? Что, что, теперь это Андрюха с Серегой в ресторане посуду моют? Бесплатно. Никого. Так, ну, вроде такого клуба в списке нету. О! Так что заходи там, штрафуй всех. А, понял. Слушай, а может вдвоем? А то мало ли там спортсмены какие-то. Я тебя умоляю, какие там спортсмены? Максимум два дреща килограммового гантелю поднимают. Они тебя, как увидят, обделаются сразу. Гоню. Штраф заплатят, а нам в конце месяца премию дадут. Премия – это круто. Да, люблю премии. Да. Ты там понаглей только будь. Зашел, дверью хлопнул, ногой топнул, дубину достал, чтобы обделались все. Ну, понял. Давай, я поставил на шухере. Сейчас я им. А ну, всем стоять, работа. Здрасте. Что хоть, ю, хлопчина, заходь. Я? Ты чего? Я просто поздороваться. А, ну, привет. Здрасте. Ну, я это не пойду уже. Ну, просто здрасте. Просто как дела, как говорится. Ну. Все. Ранный. Ну, вежливый. Ну, что там? Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-та-да-да-да-да-да-да-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ. Два дреся. Домой идем, а? Как домой? А как же премия? Мне не нужна премия посмертно. Кто там тебя напугал? Смотри, как надо работать. Да ладно, сейчас. Всем стоять, работает полиция! Хорошего всем дня и хорошего настроения. Пока. ну что оштрафовал нет пока слушай идем отсюда ну не не оштрафуем одних как 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 же примета на начальство сказалось мы до конца месяца 100 тысяч штрафами не наберем мы потом со своих доплачивать будем я на лекарства больше потрачу никаких лекарств не будет мы представители закона у нас вон погоны мы заходим мы всем объясняем что они должны закрыться или заплатить штраф я вспомнил сейчас же плановые операции запрещены вот она операция нам понадобится ничего не понадобится закон на нашей стране зашли всех морды положили все оставай дубину и пистолет погнали ребят вам чего вы мимо шли или вы потренироваться мимо шли по тренироваться так заходите да щас мы тут разомнёмся в стороночке то проходит на сыром сейчас не надо размяться тоже надо зачем ты им сказал что мы потренироваться пришли штрафовать захотел да я думаю что сразу штрафовать надо это размяться посмотреть вокруг осмотреться не побьют же они нас за то что мы тренируемся тут хорошо если побьют просто этот вот здоровый и сожрать может у меня идея а что если подать их ним кашлянуть возле них они подумают что мы заразные и это сами убегут и быстро штрафы заплатят классная идея вперед я давай а мне вчера бизон соседнего клуба сказал горит к ним менты пришли с правительства и хотели их клуб а штрафовать представляете чё 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 мусор через плечо ну я не знаю якби зараз до мене тут в зале підошел полицейский и сказал что тренуватись не можно зал закрывая я б его так ручка мы своими вот так вот повисывая грушу и ударчики на нем ребята вы же нас не штрафовать пришли так а вы кто вообще мы не штрафовальщики мы патрулька 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 патруль его им друг над другом селфи снять ну-ка то с дерева максимум ну заходите потренируйтесь с нами спасибо давай отжиматься умеешь я легко я вообще в школе по лекции 1 по отжиманиям был ну-ка давай упор лежа покажем прям тут ага фух сейчас как там было там и раз шесть 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 восемь девять резво начал тренер может утяжелить четыре пять давай пустя дуз на нас давай а ты че стоишь давай тоже я я не очень это люблю руки пачкаются ну ладно а что так можно было можно было и понял можно было так можно вот гирьку вместо отжиманий поперекидывать давай лови это это вы мне ну да я тебе а ты мне давай давай гирьку мне гиги ну да она не тяжелая там всего 32 а вот давай и на меня китай я ловлю резво на тел я ее люблю я ее тоже ничего на смелось нахажись ну тренер давай поднимем продолжим ну давай руки вверх а я не люблю со штангой я сам по по пристегах давай 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 я не saves давай 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 О увы не не надо не молодой А это потому, что водичку нужно в зале пить. Понимаешь, правило такое. Постейно нужно пить воду. Держи. Я буду, я буду. И протеинчик не забудь выпить. Я сам делал этот батончик. А это потому, что витамины. Витамины. На. Значит, одну перед едой. Одну после еды и одну во время. Там не перепутывай. Никогда не перепутывай. Никогда. Ну все, спасибо за тренировку. Мы пойдем. Стоять. Что? С каждого по 500 гривен. Как? За что это? Потому, что официально это продуктовый магазин и аптека. Не бойся. Не бойся, главное. Этот врач посмотрит. Если будет корысть, то полечит. Да, родители сказали, это хорошая клиника. Бабушка, а ты будешь лечить зубы? Я, нет. Если я в этой клинике зубы плечу, я месяц кушать не буду. И барсик тоже голодать будет. Да? Давай. Ну что такое? Здрасте. Здрасте. Он через окошко может и сбежать. В смысле, время свободное. А, это да. Слушай, Викусин, ну если нет времени, давай другое время. Саша, какое другое время? Перенесем. Хватит. Не будем мы больше переносить. Ты две недели переносишь и переносишь. Он уже щека как у бульдога. А ты, ой, ничего страшного. Чесночок приложим, самогончиком зальем. Пройдет. И что, помогло? Ушел в запой. Гаденыш. Видишь, внучек, со зубами следить надо. Он, бабушка, не уследила и все. Дед, мои зубы, гадина, в трускорец забрал. Микуська, пошли домой, а? Ну серьезно, сегодня такой день. Какой день, Саша, у тебя всегда вот такой вот день? Давай, как мужик, терпи. Вы знаете, он еще со школы боится зубы лечить. У него в школе заболел зуб. И что, до сих пор терпит? Да нет. Тот зуб в школе я ему портфелем выбила. Мы с ним так познакомились. Вы не волнуйтесь, у нас очень хорошая анестезия. Сделаем уколчик и ничего не почувствуете. Ой, зачем вы про уколы сказали? Он уколов еще больше боится. Ему как-то вкололи что-то не то, так у него потом попа была, как у макаки. Вика, ну зачем сейчас при людях это теребить? Так у нас колик не в попу. А второй раз ему вкололи в десну. Так у него лицо было, как попа у макаки. Вика, расскажите, как зуб повредился? Вика, фисташка была нераскрытая. Да, я знаю, это я попросила тебя ее раскрыть. Ну я предлагала молоточком, а ты ничего страшного, зубами быстрее будет. Вы только не волнуйтесь, у нас работают профессионалы, вам обязательно помогут. Все, я пошел, Вика. Куда ты пошел? Мне надо. Куда тебе надо, Саша? Я не могу сейчас при людях сказать, куда мне надо. Да, ну чего ты, и так понятно, что обделается сейчас тут. Не обделается, садись. Он в прошлый раз через вентиляцию выполз. Ничего в этот раз не выползет, засранец. А вы поплакайте, так меньше хотеться будет. Меня бабушка учила. Слышишь, малой, а ты в курсе, что ты малой, и тебя будут делать без анестезии? Саша. Ничего, ничего. Бабушка пошепчет, все пройдет. Уйди пусть, 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 чуть-чуть. Саш, ну перестань. Пошли. Давай, 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 пошли, 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 пошли. Давай, садись. А, Бабуся, нет. Ты, 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 давай, давай, давай. Бабуся. Давай. Я не хочу в этой дешевенькой поликлинике быть. Я хочу обратно в ту дорогую клинику, в которой я раньше обслуживалась. Нет, мы туда больше не пойдем. Потому что твой передний мост стоил мне столько же, сколько мой задний мост на Гелендваген. Да он вообще и дороже, чем мост на Троещину стоил. Вот эти вот твои рэкеты. Рэкеты. Я все правильно сказал, это рэкеты. Как так может быть, что дороже, чем комплект зимней резины? Как это, как ты можешь сравнивать зубы и комплект зимней резины? Согласен, некорректное сравнение. Без зимней резины жить нельзя, а без зубов можно. Давай, давай, иди садись. Слушай, ну я не могу здесь, одни нищеброды. Я тебе говорю не нищеброды, а пенсионеры. Ты все время путаешь, садись. Тем более, тебе тоже уже не 18 лет, я не готов тратить на тебя такие деньги. Извините, вы к нам на прием? Да, да, да. Нам вот это, отбеливание, виниринг и шугаринг. Это все вам? Не, не, ей отбеливание и виниринг, а мне шугаринг. Сколько это будет стоить? Подождите, не говорите. Сделайте мне сначала анестезию. Вы шутите, анестезия, это очень серьезная процедура. Если ее сделать, полдня не сможете разговаривать. Полдня? Тогда сделайте ей две. Чтоб хотя бы на день хватило. Бабушка, а если я положу тот зуб, который мне вырвут под подушку, то фея же принесет мне денежку? Ну, конечно, внучек. На меня даже не смотри. С тобой эта схема не работает. Девушка, можно прайсик посмотреть, что там у вас? Да, конечно. Простите, молодой человек, а это с вами здесь все сделали? Нет, это у нас самолечение. Все, Викуска, пошли домой, а? Так, Саша, не пойдем мы домой. Дома он, соседи думают, что мы каждый день любовью занимаемся. Причем стонешь только ты. Мне кажется, мы единственная пара, которая не занимается любовью, потому что у мужа голова болит. Я занимаюсь. Янка, тут нормальные цены. Это ж доллары, не евро. Это в гривнах. В гривнах? Янка, мы тебе можем поставить вставную челюсть. Хочешь? Нет. Я хочу. Не-не, бабуля, у нас с ней другая система взаиморасчета. Вам она не подойдет. Что, мне подойдет? Мне не подойдет. Смотри. Ладно. Тут все есть. Ну, Буся, ну, ну, Буся, тут брекеты такие дешевые. А я хочу, как подружки мои сделали. Вот сделали все такие красивые, с бриллиантами. Вот Наташка сделала недавно брекеты с бриллиантами. И все, ходит счастливая, улыбается. Наташка дура твоя. Она не туда брекеты поставила. Ей на ноги надо было ставить. Там больше проблем. Хорошо, давай тогда мне удалим зубы мудрости, а? Лицо будет уже. Это, между прочим, сейчас очень модно. Яна, у тебя от мудрости остались только зубы. Пускай будут. Ё-моё. Так, ну все, мы вам все сделали, как договаривались, да? Здоровые зубы оставили, все остальные удалили. Улыбнитесь. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ой, красота. Красота. Викуся, лучше пускай будет один больной, тем вообще зубов не будет. Идем. Саша, ну спокойно. Приходите к нам, когда будут денежки. Ну, на морковку не налегайте. Маручка, что там у нас дальше? Так, значит, вот мальчик по записи. Ага. Но есть еще экстренные случаи. Ага, экстренные случаи. Так, что у вас? Это, это чеснок и самогон. А, не-не-не, мы натуропродуктом не берем, только деньгами. Нет, это самолечение. А, давайте тогда заходи. Давай, Саша, иди. Саша! Что ты делаешь, где ты, что? Саша, спокойно. Да иду, иду, все вы начинаете. Все вы начинаете, иду я уже. Саша! Да ладно бы, ну выпить для храбрости. Да если он сейчас для храбрости наберется, так проблемы с зубами будут у стоматолога. Здрасте! Слушайте, а у вас бывает такое, чтобы все от страха, наоборот, в кабинет дантиста ломились? Нет, обычно наоборот, все заходить боятся. Сейчас будет. На тусик заходи, ласточка. Бабушка, а тебе не страшно? Нет, внучка. Мне после платежек за газ ничего не страшно. Понимаете, у вас там написано, с животными нельзя. Я думал, она на улице подождет. А она цепь перегрызла, и... А это после карантина она такой стала? Нет, а мы после свадьбы себя так запустили немножко на Медовом. Господи, милок, как же в тебя угораздило жениться вот на этом. Понимаешь, бабуля, дареной дочке депутата в зубы не смотрят. Правильно говорится, дареному коню. Ну, можно ее и так назвать, конечно. Я такое видела только в ужастиках. А, в ужастиках? Я ужастики уже не смотрю. Не страшно. Так а что же вы раньше ничего не делали? Не замечал? Да, закодировался недавно. Увидел. Туман отошел. Ей плохо? Нет, у нее зубы мудрости режутся и выдавливают остальные. Ладно, давай тебе зубы мудрости уберем. Давай. Бабушка, она похожа на Годзиллу. Нет, внучек, эта девочка, видишь, в детстве плохо очистила зубы, и вот что получилось. Мне кажется, она в детстве обидела зубную фею. Не, мальчик, она ее сожрала. Так, вы будете удалять или пломбировать? Пломбировать, пожалуй. Нет у вас пломбы на все и... лицо. Вика, 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 Вика. Что, что, болит? Да нет, с этим все нормально. Нужны деньги и все на два зуба. Такой страшный кариес. Не, я все-то рукой так махнул, и все. У доктора нет двух зубов. И, кстати, этот беззубый сказал, чтоб за ним больше не занимать. Отлично, зайка, поехали в платную крутую клинику. Оплатить будет он. Да, ну блин, брат. Па, мы идем домой? Нет, мы в очереди посидим, доктор оклимается и первые будем. Слышите вы, она кровь почуяла. Валите, сейчас такое начнется. Ты же говорила, что подождешь у меня в машине. Ну вот зачем тебе нужно со мной идти? А потому что я твоя лучшая подруга, а подруга подругу беде не бросает. Так, где-то я уже это слышала. А, вспомнила. Перед моими неудавшимися свиданиями, которые ты мне испортила. Пф, так они все были изврасенцами. Ну вот с чего ты взяла? Ну как это, я их на нюх чувствую? Я в изврасенцах разо разбираюсь. А вот ты лучше бы сказала мне спасибо. Спасибо? За что? Что я до сих пор не замужем? Ты договаривай. Не замужем за изврасенцем. Ой, какая же ты у меня глупенькая. Вот ты мне лучше бы спасибо сказала, когда я спасла тебя от изврасенца в больнице. А, это был вообще-то обычный терапевт. Он просто хотел послушать мои легкие, предложил снять блузку. А почему не послушал? Не успел. Ты же ему стулом по спине треснула. Ну, разочек осыблась. Ну а сейчас на парковщика ты зачем напала? А потому что он сказал, что ты припарковалась тютелька в тютельку. И что? Тютелька в тютельку. Это же намек такой. Какой намек? Это комплимент. И сюда ты зачем со мной пришла? Это же просто курсы ораторского мастерства. Ты что не понимаешь? Ты идешь к профессиональному мастеру заговаривать зубы. Он тебя заговорит и склонит. Непонятно к чему. Я такое в роликах видела. В каких еще роликах? В похотливых. В похотливых роликах про извращенцев, которые заманивают вот таких вот цикарных цыпотек, как мы, и вытворяют с ними черт знает сто. Зачем ты вообще смотришь эти ролики? Ну, как бы, чтобы знать, опасность в лицо. Но ты не призывай. У меня с собой есть сокер. Давай спрячь. Так мы так быстро и будет однився. Спрячь. Скорее он нам сегодня не пригодится. Смотри, идет. Вот нормальный, вроде бы интеллигентный, и даже немного симпатичный. Ой, уже потекла, потекла. Да у тебя синдром зертвы. О, добрый день. Добрый. Я так понимаю, вы на занятии, да? Да. Ну, располагайтесь одну минуточку, сейчас. Ты видишь, ты видишь, это музык. Мужик, и что? Все музыки извращенцы. Они только и хотят нас тюккнуть. Все, все. Еще раз, здравствуйте. Как вас зовут? Маруся. Маруся, прекрасно. Прямо как в роликах. Серьезно, он начали спрашивать твое имя, а потом ты уже голая на его диване. Что ты такое говоришь? Послушайте, Маруся, у вас здесь написано, что оплачено индивидуальное занятие по спецтарифу. Да, все верно. Ты еще и платишь за это? Капец. Я просто сегодня пришла с подругой, но она не будет заниматься. Она просто тихонечко посидит и не будет нам мешать. Да? Ну, ладно, пожалуйста, я, в принципе, не против. Конечно, не против. Все музыки мечтают с двумя. Так, ну что, я предлагаю приступить к нашему занятию. Давайте для начала сделаем разминку нашего речевого аппарата. Так, возьмите за щеки. Слышите, возьмите за щеки. Капец, я так и знала, безым отсюда. Возьмите за щеки большим и указательным пальцем, немного так растянем щеки, да, язык высовываем вперед, вот так, да? Смотрится, как извращение. Смотри, вот так. А, 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 понимаешь? Я поняла. Он вначале говорит, сделайте упразднение, потом, говорится, у вас не получается, потом берет тебя за щеки и своим языком растягивайте их. Вот так, вот так. Извините, а может, мы пропустим это упражнение? Немного некомфортно, да? Ну, хорошо, не переживайте. Тогда сразу перейдем к нашему следующему упражнению. Оно тоже очень полезное. Оно называется «Ощущение кончика языка». Его твердости и чувствительности. Очень, очень интересно! Что вы собираетесь трогать этим своим языком? Ничего я не собираюсь трогать. Это упражнение называется «Болтушка». Оно очень простое. Смотрите, мы так высовываем язык и вот так. Что ты мне позоришь? Так, а что он козыряет своей этой «Болтушкой»? А, тихо, извиняюсь, а у вас сигаретки не будет? Нет, я не курю. Так, ладно. Давайте следующее упражнение попробуем сделать. Оно называется «Укол». Итак, смотрите, кончиком языка мы по очереди, да, изнутри касаемся наших человек. Вот так. Все понятно. Он реально маньяк. Сначала он тебе делает «Болтушку», потом ты ему укол, потом вы меняетесь местами. Короче, он извращенец. Сейчас начнется самое страстное, как в роликах. Вот так и сделали, да? И теперь перешелем к более сложному упражнению, тут же, без остановки, к расслаблению гортани. Вот здесь гортани. О, ты слезала, к чему он тебя клонит? К чему? Боже, какая ты наивная. Это простое упражнение. Простое упражнение на расслабление гортани? Ты в каком мире завез, девочка моя. Смотрите, на самом деле, очень простое упражнение, да? Что нам надо делать? Мы сначала вдыхаем воздух носом, очень сильно. Вдохнули. И потом резко выдыхаем со звуком «фу». «Фу» ртом. Да, давайте. Вдохнули. «Фу». Мощнее «фу» делайте. «Фу». Очень хорошо. Может быть, ваша подруга хочет попробовать это упражнение сделать? Нет. Я вот это вот «фу» и все со сколы не взлюбила. Со мной вот так вот здоровались. «Фу». «Фу», очень хорошо. Маручика, вы знаете, у вас очень неплохо все получается. Я в вашем письме прочитал, что у вас, оказывается, есть страх публичных выступлений. Ой, да, действительно, это большая проблема. Ну, вы знаете, на самом деле, мы поможем ее решить. Для этого вам нужно сесть назад, немного отклониться, расслабиться. С кресла не встаем, рот не открываем, если стоя рядом. Итак, закрывайте глаза. Представьте на секунду, чтобы... Скажите, пожалуйста, а вы наручники сейчас будете надевать? Нет, я не буду сейчас надевать наручники. Ну, просто у меня, если стоя, есть сокер. Понятно? Я искренне рад за вас, вот. Но нам он сейчас не понадобится. И наручников у меня действительно нет. А у меня есть. Слушай. Итак, Маручика, пожалуйста, расслабьтесь, закройте глаза. Представьте, вы выходите на большую сцену. Вы видите огромный зрительный зал. Все места заняты. Зрители ждут с волнением вашего выступления. Вы выходите вперед, на вам сцену. Что вы чувствуете? Да, я выхожу на сцену. Очень много зрителей. Я начинаю говорить. И вдруг... И вдруг я забываю слова. Мне так стыдно. Мне кажется, как будто бы я голая. Но, Русса, не подыгрывай ему, оденься. Все на меня смотрят. Вы мешаете нам. Да я просто посоветовала подруге. Мне так страшно. Не нужно бояться. В этот момент представьте, что появляется некто, кто укрывает вас теплым пледом. О, конечно. Натяля укрыл пледом, потом руку под плед, и там... Невоятно... Так, послушайте, я вас выгоню, если вы будете нам мешать. А, ты видишь, я уже ему мешаю. Итак, вас укрыли теплым пледом, и в этот момент вы успокоились. Вы стали чувствовать себя комфортом, вы выходите на вам сцену и рассказываете зрителям то, что хотели им рассказать. И это всем нравится. Пару, да? Зал встает и начинает аплодировать вам. Аккуратнее, он уже сзади! Что? Ну, скажите, что вы почувствовали? Ой, вы знаете, действительно, как-то полегче стало. Вот. Кстати, еще один интересный лайфхак для того, чтобы лучше развивалась сценическая речь. Рекомендую записывать свой голос на диктофон. Ага! Конечно! Вначале диктофон, потом камера, а потом вот это вот видео в интернете набирает миллионы просмотров. У тебя что, и такое было? Конечно! Я всех извращенцев проверяла на практике. И еще, Марусь, есть такой лайфхак интересный. Вы пробовали яйца для голоса? Ты еще бы посоветовал хрен для слуха! Между прочим, многим помогает. Я видела такое в роликах! Так, ладно, давайте перейдем к основным занятиям, потренируем дикцию. Сейчас я вам дам два ореха, и вы положите их за щеки. Маруся! Надо писать! Слыхала? Он достанет сейчас свои орехи! Вот, пожалуйста, берем орехи. Да, я тоже возьму. Смотрите, вот. Это ты меня уже достала своим поведением. Смотри, обычные грецкие орехи. Это пока! Смотри, все очень просто. Два орешка кладем за щеку. И второе. Боже, какой из-за россиянец. И говорим с коронаворку, да? Дятел дуб долбил, продалбливал, да не продалбил и не выдалбил. Ну, что-то ничего не понятно. Дятел дуб долбил, продалбливал, да не продалбил и не выдалбил. А, дятел дуб долбил, продалбил. Ты сейчас тоже не понимаешь, да? Какой дятел, какой дуб и какой дуплон собирается выдалбить? Послушайте, может быть, вы тоже хотите попробовать? Дать вам орехи? Я не так воспитана. Давайте я. Давайте. Марусь, береги сёки. Я тут долбил, долбил, продолбливал, продолбливал и не выдолбил. Прекрасно, Марусь. Вы просто подаёте надежды. Давайте сразу перейдём к следующей скороговорке. Выдра у выдры норовила вырвать рыбу. Выдра у выдры норовила вырвать рыбу. Слыхала? Выдру выдрать. Он не тебя хочет, а меня. А можно пососовать орески? Да, пожалуйста. Хотите попробовать? Конечно. Прошу. Что здесь? По-моему, она подавилась. Осторожно, пожалуйста. Осторожно. Рокер убрал от меня. Моя тело. Псал вон. Ты видела, видела, видела? Я специально это всё устроила, чтобы тебе показать, как он сзади подкрадётся и начнёт меня захоть. Я прям чувствовала через станы, что он тот ещё репетитор. Да он тебе жизнь спасал. Спасибо лучше ему скажи. Спасибо! Кстати, а где второй орех? Я его проглотила. Ну, как бы я перезывать стала, когда он сзади подкрался. Но это потому что расслабленная карта неуждая. Давайте вернёмся. Прошу вас, больше орехи не трогайте, хорошо? Не трогайте их. Марусечка, сейчас хотелось бы с вами поговорить о правильном дыхании. Правильное дыхание очень важно при сценической речи. Что для этого нам нужно сделать? Немножко облокотитесь назад. Так, да, плечики вводим назад. Хорошо, подбородочек высоко. Так, она руки убрала твоей подруге! Давайте, надо мной издевайтесь, а она пусть со стороны посмотрит и будет делать. Ну, назад облокотитесь. Назад облокотиться, плечи тоже, назад подбородочек. Грудь вперёд, правильно? И руку на грудь. Нет, нет, нет такого. Нет, было, было такое. Ты что, не понимаешь, что ты нам мешаешь? Это ты нам мешаешь. Ты видишь, куда мы засли подальше, тема, а резки. Ну, что ж вы себе позволяете, а? А вы? Что, я? А вы что себе позволяете? Слушайте, ваша подруга пришла просто позаниматься сценической речью. А что вы здесь устроили, а? Ну, вы реально какая-то выдра. Ну, стоит и балаболит, балаболит, балаболит. Ну, это ж невозможно просто сказать. Он просто сумасшедший. Ты видишь, я заговорила, что он маньяк. Смотри, какой он агрессивный. Да не агрессивный, я нормальный. Просто это вы такая странная, ну, странная вы женщина очень сильная. Ну, чтобы на неё накинулись. Ну, а вы чего начали вот... Зачем вы это? Вы нормально же сидели, повторяли. Уже через полгода нормально смогли в маршрутке говорить, следующая остановка такая. Ну, была бы у вас сценическая речь. Слушай, а вы вправду какой-то агрессивный. Амарина. Все, спасибо, мы уходим. Да подождите, вы неправильно поняли. Он хочет отзагнать, беги, беги. Я тебя прикрою. Прикрою я тебя, Маруся. Марусь, послушайте меня, пожалуйста. Ну что, дятел дуб долбил? Долбил, да не выдолбил. А что случилось? Пока ещё ничего. Ну, сейчас такое случится, как в роликах. Доставай свои орехи. Не надо, женщина. Ммм, понял, хорошо, всё. Да, сделаем. Так, у нас там в энергетической сфере проблемы. Нужен человек. Человек, который сможет это всё решить. Может быть, вот этого туда отправим? Он из новых, беспартийный. Нет, 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 из новых никак нельзя. Даже из старых нельзя. Понимаешь, нужен кто-то такой древний, кто-то вот такой прям динозавр. Но такой, который честный, принципиальный, который может решить любую проблему. Таких у нас в министерстве лет 30 уже не было. А, ну да, да. Здрасте. 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 А вы кто? Я покупатель. Покупатель чего? А смотри, а что продаёте. Как говорится, у вас товар, у нас купец. Так, покупец. Вы, наверное, что-то напутали. Здесь не рынок, здесь государственное учреждение. Так мне же как раз и нужна государственная должность. Какая должность? В принципе, пофиг. Главное, чтобы прибыльная. Чтобы я вот так вот сейчас чемодан, а через год мне 10. Ну, понятно. Охрана! Не-не, охрана это мелко. Мне куда-нибудь в экологию, там, в таможню, в земельный ресурс. Вот туда куда-то. Вы что, действительно думаете, что сегодня можно купить какую-то должность? Так все так делают. Это реально удобно. Вам за это прям респект. Респект. Раньше вот это вот надо было упырёныша какого-то в церкви хрестить, с кумовьями там бухать, поздравлять их с праздниками. А сейчас все четко. Заплатил сколько надо, гребешь сколько можно. Я бы на вашем месте уже сайт открыл. Какой сайт? Ну, сайт продаж. Назвать его там типа братоткат.ua. И всё, и конкретно человек заходит туда, выбирает должность, в корзину, продолжит покупочки. Всё. Мужчина, мы должности не продаём. Это вот сейчас вы не продаёте? У вас переучёт? Или обед? Или закончились? А когда подвезут? Мы должности вообще не продаём. Ну да, ну да. Ладно, пацаны, вот тут 2 миллиона, давайте, даребаньте и камон. Ты чего сюда, принесли наличку? Ну, я могу, в принципе, на карту скинуть, но можно ж 5 тысяч только обналичивать в день. Вы ж заеб... бегаетесь в банкомат. Послушайте, в нашей стране должности не продаются. Ага. А ещё у нас взятки не берутся, рестораны во время карантина не работают. И вообще мы живём в Канаде. Слушайте, возможно, раньше такое и было. Но если это и было, то это было неофициально. Так я ж против как раз вот этого всего неофициального. Я как раз за то, чтобы всё официально через сайт Прозора объявляются торги. Человек даёт лям. Я такой хлоп, даю два. Он даёт три. Я четыре. Оп, продано. Всё. Я пошёл работать на благо народа и своего кармана. Конкретно. Вы слышите себя? Вы же бред несёте. Чё это бред? У меня он кум вообще должность губернатора на ОЛХ купил. Где? Где? На ОЛХ объявление. Должность губернатора. Он сначала думал, что это, это, зэки по телефону разводят. Оказалось, что да, зэки, но не разводят. Сейчас с губернатором работает. А шо, а шо вы стремаетесь? У вас шо тут, прослушку поставили? Или камуры? Шо? Так, я звоню в полицию. А не, полиция это тоже мелкаш. Вообще. У меня вот карифан купил сейчас должность начальника полиции. Я говорю, не надо покупать. Возьми в аренду на один день. Тебе шо там, наркоту порешать и всё. А он не отмечтать детство. Ну купил, сейчас продать никому не может. Вообще ладно. Так, эм... Уберите это отсюда, Варвар. Шо такое, шо, мало? Вы так и скажите, мало там ещё. Нет, это не мало. Ну не мало, всё равно берите. Чтоб у меня такая, ну должность прям должность, должность была. А назначу можете жену мою сделать там прокуроршей или судьёй. Слушайте, можно я вам задам один вопрос? О, анкетирование, давай. Вы сумасшедший? А шо, обязательно быть сумасшедшим? Хотя да, посмотри на Верховную Раду. Окей, сумасшедшим так сумасшедшим. Только я за эти бабки хочу быть прям самым шибанутым. Прямо... М-м-м-м-м... Чтоб все, все такие... М-м-м-м-м... М-м-м-м-м-м... Может вам сразу в президенты податься? Точняк! О, может я не дорос ещё? А, ладно, возьму на вырост. А шо, почём? Сериал сымать будем? Ха-ха-ха. Какой сериал? Вы посмотрите на себя, вы не подходите ни на какую должность. Это шо, из-за фигуры шо ли? Ты, ты скажи, если должность жирная, я поправиться могу. Не вопрос, могу и похудеть. Через месяц буду как Николаевская корабельная сосна. Слушайте, единственное, что вы у нас можете купить, это камеру в СИЗО. Да это я купил уже, фигня. Сейчас в аренду сдаю. Блин, говорили, что весной всех будут сажать. Я приготовился, жду. А шо? А где? Камера пустует, я коммуналку плачу. За шо кому, я не понимаю. Слушай, может в НАБУ его? Точняк, начальником НАБУ. Чтоб я такое сижу. Бу-бу-бу. А все... Бу-бу. Бу-бу. Бу-бу-бу. Вы не так поняли. Вас посадят. Это тоже обязательное условие? Типа сейчас посадят, потом должность? Нет, это раньше так было. Сейчас все по-новому. А по-новому это как? Сначала должность, потом посадят? Так это по-старому. Так, послушайте, у вас нет никакого опыта. Ты чё, как это нету? Алло, я в школе в КВН играл. Я могу и корпоративчик, и свадебку провести, и конкурсы всякие. Да нет, вы не соответствуете профессиональным качествам, которые мы требуем. А я не понял, а чё это сейчас только на мне появились какие-то требования? Раньше как-то всех подряд брали. А сейчас какие-то требования? Алло! Вы посмотрите на Кабмин и Верховную Раду. Там же Клондайк для стерилизации. Побери его! Не-не-не-не-не, это коррупция, уберите. Мы, между прочим, одной ногой в Европе. А-а-а, понятно, давай. Что вы делаете? Зачем вы штаны снимаете? Ты же сказал, одной ногой в Европе. Я был готов к этому вопросу. Давай, только не ногой. Так, я не это имел в виду, оденьтесь. Мне вот просто даже интересно. Какую вы должность хотели купить? Ну, в идеале, конечно, это богопомазанника на земле. А-а-а, а вы не занимаемся делами церкви. Причем тут церковь, алло, я про министр МВД. Ничего себе вы замахнулись! Ладно, президент, фиг с ним. Но министр МВД! У нас там человек уже работает. Да пусть не работает, я ушу трогаю, шо ли. Я просто могу быть в постоянном оплачиваемом отпуске. А, слушайте, если вы думаете, что вы за эти деньги можете купить какую-то должность, на которой вы ничего не будете делать, а просто получать бабло, то вы министр здравоохранения! Точняк! Блин, это ж кайфы какие! Вы хочешь говорить, все, карантин! И потекло бабло. Масочки, стерилизаторы, перчатки. Нет, 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 нет! Ладно, нет, так нет, давай премьер-министр, черт с ним. Должность премьера уже куплена. Занято. Да. А, это шо, через два месяца надо обратиться, да? Почему через два? Ну, обычно два месяца и все. Нет. А шо, раньше будет? А ну, колитесь, когда распродажа, а? Какая распродажа? Ну, обычно, когда объявляется распродажа должностей. Так, никакой распродажи должностей не будет. А, понятно. Как обмин, так только своим, да? Ну, да, ну, да. Ладно, ладно, давайте тогда этого. Госрезерв, головой. А у вас что, есть какой-то в этом опыт? Ёбан, ты шо, я 10 лет кладовщиком отработал. У меня такие мыши. Они однажды у меня два вагона телевизоров сожрали. Хочешь познакомливать? Тут не надо ваших, наших мышей. Вообще, не надо. Ну, ладно, ладно, давайте так. Вот я вам, вот этот чемоданчик, а вы меня на три месяца в Укрзалезнытью, главой этой наглядовой рады. А, не надо мне три месяца. Я за месяц отобью. Давайте, договорились. Короче, давай, вызывай НАБУ. Вызываем НАБУ. Так, всем стоять! Работает НАБУ! О, попались! Все, берите его, берите его и... Вот его, вот он. Мы вообще-то не за ним. Мы за вами. Пакуем их, ребята. Не имеете права, не имеете права. Вы чего? Вы что делаете? Вы куда? Что вы делаете? Интересная должность. Раздавать должности. Следующий! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА